Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! У нас сегодня завтрак, блины с мясом и обычные блинчики, и еще сырники. И чаек. В эту жару я обожаю чай, без него не могу, поэтому... Не знаю, конечно, все смогу съесть, здесь очень много блинов. Но в любом случае, интересный разговор нам сегодня с вами обеспечен. Кстати, как вам мои бровки? По мне, очень круто. Я их даже не крашу, просто расчесала, уложила, и все. Очень удобно. Надеюсь, что это будет держаться долго. Если будет держаться долго, я даже не вижу смысла делать какой-то перманент, и все эти манипуляции, мне кажется, даже неуместны. Итак, давайте приступим. Это не купленные. Сами приготовили. Вопрос задает Катрин. Привет, Айка! Смотрю тебя относительно недавно. Очень интересно слушать твои размышления на разные темы. Жизненные. У меня к тебе вопрос, который ты бы могла ответить в видео. У меня на работе проблема. Меня, можно сказать, травят коллеги. Пускают слухи. До меня уже дошло кое-какие подробности. Я точно знаю в том, в чем меня обвиняют. Я абсолютно не виновата. Каждым днем все это обостряется новыми подробностями. Коллектив большой. Невозможно остановить шушуканье. Шушукаются. Стоит мне войти. Шушуканье замолкают. Стало замечать, что люди, с которыми хорошо общались, испортились отношения. Морально очень тяжело. Насчет того, что морально тяжело, я с вами соглашусь. Огромное спасибо вам за вопрос. Я такой большой в инстаграме. Вы знаете, здесь есть два исхода ситуации. Либо вы подходите к тем людям, которые шушукаются у вас за спиной. Объясняете ситуацию. Говорите, что вам это неприятно. Я, конечно, не знаю, из-за каких моментов они там шушукаются, и что именно произошло, вы не описали, конечно. Но работать постоянно в коллективе, который тебя раздражает, который тебя постоянно в чем-то обвиняют, обсуждают, это невозможно. Что бы я сделала? Уволилась бы, нашла бы другую работу. А лучше параллельно, работая здесь, искала бы другую вакансию. У меня наподобие ситуация была. У нас на работе была одна девушка, которая просто через слово ворола. И это ужасно раздражало, подлизывалось к руководству. Например, мы при ней что-то говорим, она идет все это докладывает, рассказывает. Вы знаете, я работала у конкурентов моего двоюродного брата, так как его филиал был в России. Затем он переехал сюда. Я просто подумала, зачем я вообще участвую в этом цирке во всем. Вам тоже я бы советовала просто поменять место работы. Если тем более зарплата не очень высокая, например. Если можно то же самое найти где-то в другом месте. Все равно морально очень сложно работать в коллективе, который тебя как-то не устраивает. Вот эти все мысли, эти моменты приводят к тому, что вы можете совершить какую-то большую ошибку. Я имею ввиду в плане работы. Просто бывают такие гнилые люди, так скажем. И ничего мы с вами с этим поделать не можем. Либо постоянно терпеть. Либо просто уйти. Либо собрать всех, сесть поговорить. Объяснить ситуацию, почему так происходит, что вам это неприятно. Вы это все замечаете, что все шушукаются. Либо, как сделала я, не бойтесь перемен. Параллельно ищите другую работу. Нам всегда в универе объясняли, что очень хорошо, когда между сотрудниками есть какая-то конкуренция, есть какая-то неприязнь. В таком случае они будут работать лучше. И ошибки сразу будут докладывать руководству. Но я как сотрудник, например, беру себя в пример. Не смогла бы работать в коллективе, где мне неприятно находиться. не надо себя насиловать. Не надо себя насиловать. Я работала на своей первой работе. И до меня там работала другая девушка, у которой я поинтересовалась, почему она ушла с работы. И мы с ней так время от времени списывались, потому что она как бы объясняла мне работу. И она рассказала мне ситуацию. Мы с ней даже подружились. Она смотрела мои видео. Ну, в общем. Девушка была такая, знаете, умная, пробивная, знала, где что нужно говорить. Красивая. Обручилась она, значит, с молодым человеком. И были они вместе уже где-то два года. Она вроде как его хорошо знала. Он значительно был ее старше. Но все, они планировали, что они поженятся. Анта покупала мебель, делала покупки. Думала, что у них все хорошо. Вот, она ревновала его постоянно. Она говорит, я ревновала его не безосновательно. А были поводы. Он просто аргументировал это тем, что это просто истеричка, ты просто ревнивая очень, ты на все обращаешь внимание. Кстати, сгущенка с клубникой. Пробую впервые. Посмотрим, вкусно, невкусно. В общем, у нас какая-то традиция. Сторона парня, например, покупает квартиру. Сторона девушки или девушка сама приобретает мебель, все, что дома нужно. посуду, занавески, подушки, постельные белье. Это бедняга, значит, зарабатывает. Все это покупает. Ну, готовится человек к свадьбе. И как-то один день к ней на работу приходит женщина. Причем такая, знаете, в возрасте. Если я рассказывала эту историю, заранее извиняюсь. Ну, в общем, просто очень в тему. Приходит эта женщина и устраивает скандал. Говорит, вот ты увела у меня мужчину. Он мой. Открывает телефон, начинает показывать переписки, фотографии совместные. Которые сделаны абсолютно недавно. Она на этих фотографиях видит своего жениха. Мало того, что она просто пришла предъявить ей эта женщина, у которой двое детей. В таких лосинах. Как она описывала. Ну, в общем. Мало того, что она просто пришла ей предъявить, так она начала на нее кричать, опозорила ее на весь магазин. Естественно, ей это все было неприятно. Она открывает WhatsApp, показывает переписку, как ее парень, ее жених переписывается с ней на протяжении вообще двух лет. То есть, тут просто голосовые сообщения, как он ей отправляет. И она по этим голосовым сообщениям понимает, что это он. То есть, никаких других вариантов не может быть. То есть, он просто вел двойную жизнь. Пока он с ней не женат, он проводил время с этой дамочкой. И у нее просто такой шок. На себе места не могла найти. Прямо на работе при всех коллегах. А вы знаете, там у нас люди такие, кто-то кричит, все сразу прибежали, все сразу слушают, что происходит. Хорошо, что на телефон не стали снимать. И эта женщина обзывает ее, оскорбляет самыми последними словами для девушки. После всей этой ситуации ей дали три дня отдых, чтобы она пришла в себя, там разобралась со своими отношениями, потому что ей было вообще не до работы. И когда она возвращается на работу, она замечает, что все начинают обсуждать эту тему. Хотя виновата не она. Причем здесь она? То есть ей изменили, ее предали. Но она говорит, все вокруг как будто меня жалели, кто там чай принесет, кто-то еще что-то. Не переживай, всякое бывает. И постоянно мне, говорит, напоминали про эту ситуацию. Дни действия она проработала. Так как очень сильно любила, ей было очень трудно забыть этого человека. У нее перед глазами стояла вот эта вот картинка. Вот этот шок, который произошел у нее на работе. Я не была в этой ситуации, но тяжело. И она решила поменять место работы и правильно сделала. Все, что не делается, все к лучшему. Когда она узнала о том, что ее молодой человек ей изменяет, она, естественно, позвонила ему, позвала его навстречу. Он не стал отпираться. Сказал, что был такой косяк, но прости меня, тыры-пыры. Потом приходил к ней на работу с цветами, с извинениями. Но, блин, она говорит, плохо то, что он знал, где я работаю. И получается, каждый день на работе этот цирк. Сначала приходит его любовница, обзывает меня с головы до пяток, там, не знаю, бросается на меня. А теперь приходит сам этот молодой человек и она говорит, даже если бы я смогла его простить за измену, я просто настолько опозорилась в коллективе, что люди просто перестанут меня уважать. Если после такого я его прощу. И она просто поменяла номер и когда я уже когда я уже работала на этом месте, этот молодой человек еще приходил типа вымаливать прощение и все такое. Просто девушка была очень красивая, очень уважающая себя. То есть, такую сложно найти. Тем более ему, он вообще был не парой для нее. В общем, суть в чем заключается. ей было тяжело в этом коллективе и она как бы решила уйти. И вы знаете, она нашла работу гораздо лучше. Устроилась нефтяную компанию. Сначала, правда, зарабатывала меньше, но там более перспективная работа была. И сейчас я узнала, что оказывается она хорошенько поднялась там, прикиньте. дай бог и встретит человека по душе, который ей не изменяет. А этот до брака уже изменяет и получается, а что дальше от него ждать-то? Тут уже, мне кажется, все понятно с ним. вот как только он не пытался, что только он не пытался сделать, она сказала, нет, все, до свидания. Я с ней уже как-то не общаюсь, поэтому даже не знаю, как сложилась ее судьба, что произошло, как там. Но в любом случае вам тоже я просто советую поменять место работы, насколько это возможно. Потому что иногда нам делать какой-то шаг очень страшно. А сделав его, потом мы благодарим себя всю жизнь. мне кажется, сейчас работу найти не такая большая проблема. Тем более у вас есть опыт работы. поела, наелась, было очень вкусно. Я вам, кстати, рецепт на блинчики оставлю в инфобоксе. Поэтому, моя хорошая, Катенька, я вам советую лучше всего просто собраться силами, найти другую работу и просто не портить себе нервы. А вы обязательно пишите свое мнение в комментариях. Возможно, вы тоже сталкивались с такими проблемами. Всех люблю, целую. Пока.